Пуск центра намечен на 2015 год. Он будет оснащен самым новейшим медицинским оборудованием российского производства, аппаратами искусственная почка последнего поколения, что полностью удовлетворит потребности Курганской области в заместительной почечной терапии. С введением этого диализного центра мы огромное количество больных могут иметь возможность бесплатного обслуживания, тем самым и качество жизни, и продолжительность жизни этих людей значительно увеличится. И это самое важное. Сейчас в Кургане диализная помощь требуется 117 гражданам. Центр же сможет принять 150 человек. Строительство стало возможным благодаря работе правительства Курганской области по привлечению инвестиций в регион. Этот лечебный центр будет на территории, и человеку, нуждающимся в данном лечении, не нужно будет ехать в Екатеринбург или другие какие-то территории для того, чтобы получить эту помощь. Это все будет происходить на Курганской земле. Конечно, это отрадно. Депутат Госдумы Александр Петров, при чьем активном участии шли переговоры о создании в Кургане диализного центра, отметил, что новое медицинское учреждение станет своеобразным технологическим лифтом и началом на пути к созданию других новых медицинских учреждений на территории Зауралья. Мы хотели бы, чтобы в Курганской области в будущем появилась сеть центров. Шадринск, другие города. И потихоньку, потихоньку мы будем приближать лечение к пациентам, к месту жительства пациентов. Это тоже важно. Диализный центр будет построен без привлечения бюджетных средств. Все расходы на себя взял инвестор. По предварительным расчетам объект обойдется от 120 до 150 миллионов рублей. Помощь пациентам здесь будет оказываться бесплатно. Ее будет оплачивать фонд обязательного медицинского страхования. Михаил Белокрылов, Виталий Грызлов, Светлана Пестерева, информационное агентство Курганрук.